здравствуйте меня зовут елена белова и вы на моем творческом канале сегодня у меня очередная серия видео кукольные истории в которых я показываю своих куколок авторских мной придуманных и о них рассказываю сегодня я вам покажу последнюю свою куколку из тех что у меня связано но надеюсь что еще буду вязать и других куколок в других образах в другом оформлении но примерно в таком стиле с такой головой с таким туловищем сегодня у меня вот такая яркая девочка с разноцветными волосами и я думаю что вы догадались что это девочка клаунесса это не мальчик это девчонка потому что некоторые мне писали спрашивали про куклу клоуна нет это не клоун все-таки это клоунесса несмотря на то что у нее не платья а вот такой комбинезончик штанишки у куколки интересная мордашка не на одну из предыдущих она у меня не похожа хотя голова связана точно так же здесь я немножко по-другому сделала глаза они вырезаны из фетра здесь по моему 4 цвета фетра склеены слои между собой реснички сверху и снизу яркий носик все-таки это клоунесса пластиковые губки которые я еще немножко и вышила румяненькие щечки все как положено бровки разноцветные кудряшки разноцветные бантики а на голове у нее вот такая шляпка шляпка не снимается шляпка тоже украшена таким богатым бантиком и атласной ленточкой цвет покажу вам наряд куколки вот такой тоже яркий разноцветные пуговки яркие рукава воротничок куколка у меня в белых перчатках разумеется они не снимаются давайте покажу вам и с другой стороны у куколки я сделала вот такую папочку с помощью утяжек не менее яркие и башмачки куколка может стоять но положение нужно подобрать такое устойчивое вся куколка на проволочном каркасе и разумеется она не игровая а декоративная подарочная как и все мои предыдущие куколки в ручках тоже есть проволока пальчики она может вот так сгибать менять положение голова у нее тоже немножко вертится но на самом деле это просто за счет проволоки шейка у нее тоненькая немножко она сгибается в разные стороны что для меня хорошо потому что можно делать интересные фотографии менять положение головы но на самом деле я конечно же рекомендую шейку уплотнить укрепить получше чем сделала я это делается за счет жесткой проволоки либо какой-нибудь пластиковой детальки можно деревянную палочку использовать куколка декоративная поэтому она не предполагает никакой стирки только бережное отношение моей куколке уже больше пяти лет я не помню когда я уже связала но очень давно потому что вообще куколок я давно не вязала давно не вязала давно не придумывала разумеется конечно же хочу я это поправить но не знаю найдется ли у меня время хотя задумка для будущей куколки у меня уже давно в голове стало дело за малым только найти на это время размер куколки примерно такой же как у всех моих предыдущих куколок 30 может быть 32 сантиметра кудряшки я по-моему связала спицами то есть полотно связала платочной вязкой на спицах намочила это полотно дала высохнуть распустила и потом нарезала локоны можно связать и крючком полотно или например применить какую-нибудь фантазийную буклированную пряжу почему бы и нет ушки у куколки тоже присутствует потому что у некоторых моих предыдущих я их не делала потому что они либо спрятаны в прическе либо под головным убором здесь тоже прическа такая довольно пышная объемная но ушки я все-таки не забыла у этой куколки утяжек на личике нет потому что в предыдущих куколках я делала утяжки и для носика для глазок для ротика здесь же все это не нужно потому что носик пришивной губки приклеиваются вышиваются а глазки вырезаны из фетра использовала я пряжу пехорка или лотос акрил 300 метров 100 грамм и в основном эту пряжу я использовала для всех своих игрушек сейчас в основном я вижу из пряжи yarnart jeans alize cotton gold потому что пряжу пехорку в таком метраже и составе все цвета но сейчас сложно найти возможно она просто не пользуется спросом и магазины ее не закупают а раньше в основном я вязала все игрушки из этой пряжи пряжа не толстая игрушки из нее получаются не большими и не маленькими вязала крючком номер 125 крючок гамовский но я думаю что неплохо будет смотреться такая куколка из любой другой гладкой пряжи акриловой полухлопка хлопка главное чтобы эта пряжа была гладкая и чтобы цвета были такими яркими насыщенными все-таки эта девочка клаунесса хотя я думаю что такая куколка неплохо бы смотрелось и в более спокойных цветах у куколки есть друг не менее яркий такой же улыбашка с большими глазами вот такой шарик шарик на проволоке и куколка может этот шарик в ручках держать сейчас я его закреплю и покажу мне почему-то показалось что просто одну клоунессу связать это маловато нужно какой-нибудь дополнительный аксессуар но в данном случае вот такой шарик с глазками аксессуаром назвать просто преступление получился голова стенький яркий улыбчивый дружок у которого тоже большой красный нос как и у самой клоунесса ни одно время очень нравилась пряжа пехорка вот это вот сто процентов акрил потому что полотно получается такой немножко блестяще и у меня часто спрашивали что же это за пряжа потому что игрушки смотрятся интересно из такой пряжи если взять пряжу yarnart джинс да она не такая блестящая но я думаю что тоже симпатично бы смотрелась такая куколка из этой пряжи буду вам рассказывать про мастер-класс а моя куклена клоунесса будет на вас вот так смотреть и помахивать ручкой мастер-класс на эту куколку меня есть он формате pdf это текстовое описание с фотографиями мастер-класс мы можно приобрести в магазине на ярмарке мастеров ссылочка на магазин будет в описании под этим видео но сразу вас предупрежу что мой мастер-класс не подходит для начинающих только для тех кто умеет вязать крючком и имеет опыт вязание игрушек если у вас опыта не очень много то можете воспользоваться моими бесплатными мастер-классами на канале повяжите попробуйте если вы справитесь с ними то и с этой куколкой вы тоже справитесь тем более здесь никаких утяжек нет что очень упрощает процесс оформления куколки ну а если же вы хотите связать вот такую куколку для своей доченьки чтобы она ей игралась конечно тоже можно это сделать но тогда вам придется глазки наверное использовать на безопасном крепление или вышить глазки от ресничек я думаю что стоит отказаться проволоку в детских игрушках я тоже не рекомендую все-таки использовать можно постараться плотненько набить детальки шею вообще не вязать пришить голову поближе к туловищу крепкими стежками до куколка не сможет конечно же сгибать пальчики и разгибать будет более статичная но зато можно будет ей играться но а если вы девочка постарше примерно моего возраста и вы собираете вот такие куколки коллекционируйте или просто вяжите в свое удовольствие то можете воспользоваться своей фантазией как-нибудь по-другому такую куколку оформить связать ей другой наряд можно например связать не штанишки да какую-нибудь пышную юбочку с множеством воланов разноцветную я думаю что тоже симпатично будет смотреться я знаю что многие не очень любят клоунов честно скажу я тоже не в особом восторге но почему-то такую куколку клоунасу мне захотелось связать образ ее полностью мной выдуман сначала я конечно же нарисовал и только потом приступила к вязанию достала свой старый черновичок хочу вам показать какой у нее предполагался образ вот такая куклена да я не сделала кармашков на штанишках ну я думаю что они тут не особо и нужны украшают штанишки яркие пуговки да вот такой шарик я сразу же предполагала связать с глазками с улыбочкой ну и вот такая мордашка похоже или нет можете судить сами я уже вам как-то рассказывала что я не считаю себя кукольником и вообще не особо люблю вязать куколок хотя вязала их не раз и свои придумывала и вязала по чужим мастер-классом но все-таки мне больше нравится вязать разных зверюшек но независимо от моих предпочтений вдохновение пришло и я связала сколько я куклок связала 15 или 16 не помню но по всем куколкам видео я снимала на канале ссылочку на них я вам оставлю также в описании под видео можете пройти по ним посмотреть послушать что я рассказываю про тех куколок какую следующую куколку я хочу связать наверное вам даже и расскажу возможно если я произнесу она появится у меня побыстрее но не обещаю я хочу связать такую конфетную девочку куколку конфетку или карамельку в голове у меня образ какой-то представляется но пока я его еще даже не зарисовал уже наверное года два у меня в голове эта девочка существует но пока ее нет у меня не в вязаном варианте не даже в нарисованном напишите в комментариях какие образы будущих куколок вы бы хотели чтобы я связала обычно я такого не прошу но возможно вы какую-то интересную идею мне предложите я вдохновлюсь брошу все дела и начну вязать новых куколок все мои куколки будут в таком же виде том плане что большая голова то же самое туловище только какой-нибудь другой образ поэтому предлагая какие-нибудь варианты имейте ввиду что менять общий вид куколки я не хочу только какой-нибудь образ прическу головной убор наряд мы шмачки но вот пока кроме конфетки карамельки у меня пока образа нет хотя нет я же еще хотела связать темнокожую куколку с юбочкой из листьев тоже примерно образ у меня в голове есть но пока я не зарисовала наверно можно было связать серию куколок времена года в таком же стиле но в общем пишите мне интересно какие образы придумаете вы обязательно себе где-нибудь помечу я идея мне понравилась больше всего если вдруг я ей воспользуюсь обязательно буду вас упоминать давайте вам покажу несколько фотографий моей клоунесса и заодно фотографии всех предыдущих куколок более подробно про них вы сможете посмотреть в моих видео все мастер-классы на этих куколок у меня есть приобрести можете в моем магазине на ярмарке мастеров на этом у меня сегодня все большое спасибо вам за внимание увидимся с вами совсем скоро до свидания а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok